Так давай, Вагнер, играй Оркестрантов своих поднимай Поднимай легким взмахом смычка Наша русская ЧВК Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Музыкальная пауза, настроение у меня хорошее Чего? Однокомнатную квартиру будем сегодня с вами обозревать в Коминтерновском районе В доме, который у меня за спиной Ну, у меня за спиной, к слову сказать, еще и ЗАГС Коминтерновского района Вот он, пожалуйста Кому надо, может быть, кому надо, кому не надо По локации, по локации, по расположению Как уже сказал выше, это у нас Коминтерновский район Вот это улица Карпинского Улица Карпинского, она дублер Московского проспекта А адрес нашего дома, переулок Политехнический, дом номер 3 Кирпичная чешечка Однокомнатная квартира Небольшого, правда, метража, но по весьма привлекательной цене по нынешним временам Что у нас здесь в шаговой доступности находится? По школам Ну, квартира однокомнатная, ну ладно, про школы скажу Вот, счастливые люди из ЗАГСа бегут, бегут А может, не счастливые Школа, школа 18-80-е, это то, что у нас в шаговой доступности Детский сад Магазины, аптеки, вот этого добра здесь достаточно Дом детского творчества Технический университет Ну и, ну и что? ЗАГС ЗАГС Каминтерновского района Итак, как уже сказал, улица Карпинского Дублер Московского проспекта Магнит, пожалуйста, вам напротив Напротив нашего дома Там еще большое количество магазинчиков Пожалуйста, Вайлберис Аптека Росфарм, Бристоль То есть, как бы выбор Выбор и есть Куда сходить Чего купить Посмотрим, что тут по придомовой территории Если что-то есть Я имею в виду, в плане, там, может быть, какие-то детские площадки Да вроде ничего такого нет А, вот тут на параллельной улице у нас еще суд Суд Каминтерновский Тоже, если кому надо Есть такой Так, по парковочным местам не густо, прямо скажем Их тут немного Ну, сколько есть Чем богаты, как говорится Чем богаты Так, все, хватит Хватит нам с вами мерзнуть Пойдемте греться Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже Или ближайшем пригороде И хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал Звоните 8 920 22 99 356 Расскажем об условиях сотрудничества Так, ну что, ну что, давайте начинать обзор нашей однокомнатной квартиры По адресу приулок Политехнический дом номер 3 Напоминаю, это у нас Каминтерновский район Второй этаж девятиэтажного кирпичного дома Кто ищет кирпич, смотрите, запоминайте Общая площадь квартиры 33,5 квадратных метра Начинаем, как обычно, от входной двери Значит, входных дверей у нас две Ну, вот эта вот старенькая Это я так подозреваю еще, наверное, от застройщика И плюс еще входная металлическая дверь Также у нас присутствует Коридор Коридор сам по себе как бы небольшой Прекрасно это видите Места, прямо скажем, немного Но у нас есть вот такая вот здесь Встроенная еще от застройщика ниша Давайте откроем, посмотрим Ну, просто понимаю, что там, наверное, беспорядок Но нам хотя бы функционально посмотреть Ну да, вот, пожалуйста, верхняя одежда помещается нормально Напихано, конечно, напихано Тут антресолька Ну, как бы, куда повесить верхнюю одежду, есть Это главное Конечно, можно это дело все освежить Можно сделать какую-то более современную версию Вот это все сломать И сделать хорошую такую прихожку здесь Встраиваемую Ну вот, что есть, то есть Показываю, что сейчас Что было от застройщика По крайней мере, повторюсь, есть куда верхнюю одежду повесить Сама квартирка, как вы понимаете, у нас небольшая Тридцать три с половиной квадратных метра Соответственно Почему? Почему здесь так набито вещей? Почему здесь так заставлена комната? Ну и почему, собственно говоря, наша квартира и продается Чесновато нам, тесновато Четвером Четвером тут проживаем в этой квартире Соответственно И назрела Давно, прямо скажем Назрела такая необходимость В ее продаже Видите, тут и детская кроватка Кстати, очень Очень рационально использовали Место Вот тут расположили, видите И детский столик стоит под кроватью И сама кроватка Место занимает немного Место ученика И учиться И поспать Отдохнуть И плюс комната, видите Она имеет вот такую вот нишу Углубление Где у нас стоит еще одна кровать Тут кровать Тут еще Две кроватки В общем, нам Место Очень и очень мало Соответственно Расширяемся Причина продажи нашей квартиры Расширяемся Увеличиваем Жилищную площадь Площадь нашей комнаты Сейчас В данной квартире Получается 18,2 18,2 Конечно, четвером тесновато Ну, о чем тут говорить Конечно Это не есть хорошо Проживать четвером В однокомнатной квартире Я, кстати, тоже имел опыт Проживания В однокомнатной квартире С двумя маленькими детьми Но когда дети еще маленькие Были не мобильные Так сказать Лежали все в маленьких кроватках И лежали Как бы еще более-менее ничего Но когда они начали уже двигаться То, конечно, все И, кстати, площадь у меня Примерно такая же была Жилой массив Олимпийский дом 2 Моя первая Собственная Однокомнатная квартира Проживали с двумя маленькими Детьми Так, у нас лоджия Выход на лоджию Есть два выхода на лоджию Есть из комнаты Есть из кухни Из комнаты, к сожалению В силу того, что О, а кто у нас тут? А кто у нас тут Окопался? Кто у нас тут заныкался? Хомячок какой-то там, да? Хомяк Что-то шевелится там в домике Кто-то там в домике шевелится Но носа не показывает Силу того, что заставлено несколько, да? Вообще красота Еще и звук пропал Так, ну давайте Буду теперь пытаться Воспоминать о чем я тут рассказывал Радиатор отопления показал Пластиковые окна Показал Рассказал, что они у нас Во всей квартире Тут, по-моему, я рассказывал Что В принципе В принципе Собственники Извлекли здесь по максимуму Из этой небольшой площади Повторюсь Четвером здесь проживают И как могли Собственно говоря Здесь разместились А сама по себе Планировка, видите Позволяет Сделать так, чтобы Допустим Вот в ту нишу Которую я показывал Поставить кровать А здесь оборудовать Какую-то зону отдыха Раздельный санузел Обратил ваше внимание Что у нас тут Раздельный санузел В однокомнатной квартире Это тоже, считаю, плюс Кухня Размер кухни Вы видите на Своих экранах Вот эта встроенная кухонка Да, не супер дорогая Но, в принципе На первое время Кому-то может и пойдет Вот эта кухонка Остается Она входит в стоимость Нашей квартиры И на потолочке Видите, сделан Такой короб Из гипсокартона Точечные светильники Кухня Несколько неправильной формы Она не квадратная Чуть-чуть вытянутая Но, в принципе Здесь все нормально Разместилось Видите И уголок Кухонный Посидеть, покушать Мягкий уголок Ну и рабочая поверхность Самой кухни Тут произведения Чьи-то произведения Чьих-то кистей Все, как должно быть На кухне Потолочек Из гипсокартона Точнее, короб И сейчас мы с вами Будем выдвигаться На лоджию Я же обещал вам Лоджию показать Из комнаты Это сделать не удалось К сожалению В силу того, что там Выход на лоджию Заставлен А здесь Это можно сделать Так, второй этаж У нас Лоджия завалена Несколько Ну, это понятно Да, как бы Квартирка небольшая А людей Ее населяет Много Ну и сам размер Лоджии Оцените Она довольно-таки Вместительная Повторюсь Повторюсь Два выхода На лоджию Из комнаты Из кухни И вот тут Да, вот тут Я, по-моему Как раз-таки Говорил Видите Там из окна Это гаражи То есть Если вы не найдете Парковочного места Здесь во дворе Вы наверняка Сможете Либо купить Либо арендовать Парковочное место В том гаражном Кооперативе По-моему Об этом я как раз В данный момент Времени В квартире Говорил Так, еще Показал Что у нас там Отелье Обувь Ремонт Обуви Ну и большое Количество Магазинов На выбор И пятерочка И магнит И еще большое Количество Различных Магазинчиков Формата у дома И продуктовых И овощных Еще раз Показываю Размер Лоджии И рассказываю О том Что Мне Нравятся Такие Планировки В современных Домах Где два Выхода На лоджию Где есть Выход на лоджию Еще и Из кухни На мой взгляд Это удобно Хозяйке Сейчас Перемещаемся С вами В санузел В доме Газ Газовая плита Видите Дом Девятиэтажный Кирпичный Это Туалет Двери От Застройщика И на стенах А вот тут Прямо На ваших Экранах Там Такая Я уже показываю Функциональность Да И помимо стиралки Здесь еще и Посудомойка Уместилась Ну Насчет того Что может быть Не место Посудомойки В ванной комнате Да Возможно Но люди Решили так В целях экономии Пространства Повторюсь Проживают четвером В квартире А так В принципе Вы можете Видеть Что здесь Все вполне себе Нормально Размещается И стиралка Стоит И сама ванна И мойка И есть еще Место Спокойно Перемещаться Планируете Переезд В Воронеж? Воспользуйтесь Услугами Нашей компании Покупать Недвижимость С нами Выгодно И безопасно Заполняйте Анкету Заявку Под этим Видео Так Ну А здесь А здесь Я еще раз Показываю Эту планировку И подвожу Итоги Что Что я здесь Что я здесь Рассказываю Ну Наверное Как всегда Называю Адрес квартиры Напоминаю Это у нас Переулок Политехнический Дом Номер 3 Второй этаж Девятиэтажного Дома Кирпичного Дома Общая площадь Квартиры 33,5 квадратных Метра Стоимость Нашей квартиры 2 миллиона 900 тысяч Рублей 2 900 И Наверное Я здесь Рассказываю О том Что Если Кто-то Желает Из Продавцов Недвижимости Воронежа Желает Видеть Обзор По Своей Квартире Также На нашем Канале То В принципе Ничего Не мешает Ему Либо Позвонить Либо Написать На Ватсап По Номеру 8 920 22 99 356 Я Расскажу О Условиях Сотрудничества И Также Я Здесь Приглашаю Все Собственно Говоря Как Всегда Всех Покупателей К Сотрудничеству По Поиску И Подбору Объектов Недвижимости Если Данная Квартира Вам Не Подошла Анкета Заявка На Подбор Недвижимости Есть Также Под Этим Видео Заполняйте Нажимайте Отправите Наш Специалист С Вами Свяжется Всем Хорошего Дня Хорошего Настроения Подписывайтесь На Наш Канал 2900 Контакты Специалиста Есть Под Этим Видео А Еще Больше Предложений Вы Можете Посмотреть На Наш Сайте Ссылочку На Наш Сайт Я Закрепляю Под Этим Роликом